Раз дощечка, два дощечка, будет скамейка. Хотя б когда присмотреться, просто дощечками деревянной части конструкции уже и не назовешь. Это солидные, прочные составляющие уличной мебели. Всего в Красной Поляне будет 150 таких скамеек. Одна из них рядом с домом Анастаса и Раиса Кирорас. Глава поселкового округа Валерий Кокарев рассказывает, далеко не все сначала согласились избавиться от самодельных скамеек. Теперь отношение совсем другое. Здесь мы приняли решение увидеть по улице, мы производим благоустройство. Вот для жителей ставим скамейку, они говорят, у нас есть брусчатка, мы выложим. И, пожалуйста, вот она будет здесь стоять. Идет человек устал. Пускай садится, кто не дает. Я сделаю брусчатку, выложу. Пускай садится. Благоустройство Красной Поляны и эстасадка началось несколько лет назад. Проложили новые коммуникации, отремонтировали дороги и тротуары. И сегодня улицы выглядят уже совершенно иначе, чем, скажем, в середине прошлого десятилетия. Благодаря и новым заборам. Сейчас их завершают ставить на удаленных улицах. Они из металлопрофиля, который эффектно маскируется под дерево. Облик парка тоже стал другим, благодаря вольному или невольному участию всех жителей поселка. Горные пейзажи, туристические группы, забавные эпизоды, фотогалерея, которая рассказывает о жизни маленьких и больших обитателей Красной Поляны, разместилась в центральном парке поселка. Рассмотреть все в деталях, не торопясь, можно, присев на скамейку. Кстати, сейчас готовится смена композиции. Уже известно, что новая выставка будет посвящена жизни Красной Поляны во время Олимпиады. Особое отношение к школьному двору. Накануне Дня защитника Отечества военные помогли привести в порядок не только территорию, но и военный мемориал, который там расположен, в том числе знаменитую пушку времен Великой Отечественной. Как говорят знающие люди, наконец орудие покрасили в правильный цвет. Сразу видно, работали профессионалы. Что касается благоустройства Красной Поляны в целом, то оно будет продолжено, поскольку поселка большое будущее. Елена Стецна, телекомпания ФКТ.